Аркадий Гайдар Жил да был мальчиш по прозванью Кибальчиш. Жил он в маленьком домике среди густых садов до вишневых кустов с отцом и старшим братом. А матери у них не было. Отец мальчиша работает, сено косит, брат работает, сено возит. А сам мальчиш то отцу, то брату помогает. А в свободное время с другими мальчишами прыгает да балуется. Не визжат пули, не грохают снаряды. Нечего буржуинов бояться. Живи до работы, хороша жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-бальчиш на крыльцо. И слышится ему, будто что-то стучит или что-то гремит. Сказал он об этом отцу, а отец усталый пришел. Что ты? Это дальние грозы гремят за черными горами. Иди, мальчиш, да спи спокойно. Мальчиш лег спать. Но не спится ему. Ну, никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки-бальчиш. И видит он, стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, Папаха серая, а звезда красная. Эй, вставайте! Пришла беда. Напал на нас из-за черных гор Проклятый буржуин. Бьются с ним наши отряды. И мчатся горцы звать на помощь красную армию. Сказал эти слова краснозвездный всадник И умчался прочь. Отец мальчиша взял винтовку, сумку, патронтаж. Попрощался он с сыновьями и ушел воевать. День проходит, два проходит, Выйдет мальчиш на крыльцо. Нет, не видать еще красной армии. Залезет мальчиш на крышу, Весь день с крыши не слезая. Нет, не видать. Однажды ночью услышал мальчиш топот и стук. Выглянул он в окно. Стоит у окна тот же всадник, Только конь худой да усталый, Сабля погнутая, голова повязанная. Вставайте, давайте, подмогу! Встал старший брат, сказал мальчишу. Прощай, мальчиш. Остаешься ты один. Щип в котле, крова на столе, Вода в ключах, голова на плечах. Живи, как сумеешь, А меня не дожидайся. День проходит, два проходит. Сидит мальчиш у трубы на крыше И видит, что скачет издалека Незнакомый всадник. Доскакал всадник до мальчиша, Спрыгнул с коня. Принес ему мальчиш воды напиться, А всадник сказал. Мчится нам на помощь, красная армия. Только б нам до завтрашней ночи продержаться. А ночью снова пришел тот же человек. Тот да не тот. И коня нет, пропал конь. И сабли нет, сломалась сабля. И папахи нет, слетела папаха. Да и сам стоит, шатается. Эй, вставайте, давайте подмогу. Посмотрел мальчишки-бальчиш на улицу. Пустая улица. Все на фронт ушли, никого не осталось. Вышел из ворот один старый дед. Хотел он винтовку поднять, Да такой он старый, что не поднимет. Хотел саблю нацепить, Да такой старый, что не нацепит. Сел дед на заваленку, Опустил голову и заплакал. Вышел тогда мальчишки-бальчиш на улицу И громко-громко крикнул. Эй, вы, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, Только в палки играть, Да в скакалки скакать! Или нам сидеть, Дожидаться, чтоб буржуины пришли И забрали нас в свое проклятое буржуинство! Как услышали такие слова мальчиши-малыши, Как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, Кто в окно вылезает, Кто через плетень скачет! Все хотят идти на подмогу. И только один мальчиш-плохиш Захотел идти в буржуинство. Но он был хитрый, этот плохиш. Никому ничего не сказал, А подтянул штаны И помчался вместе со всеми, Как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши От темной ночи до светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, А все ходит да высматривает, Как бы буржуинам помочь. И увидел он за горой ящики, В которые спрятаны были черные бомбы, Белые снаряды, Да желтые патроны. А в это время призвал главный буржуин Своих буржуинов и спрашивает. Ну что, буржуины, Добились вы победы? Нет, мы отцов и братьев разбили, Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-кибальчиш, И никак мы с ним не справимся. Вот сидят буржуины и думают, Что же такое им сделать, Чтобы победить мальчиша-кибальчиша? Вдруг видят, Вылезает мальчиш-плохиш И прямо к ним. Радуйтесь! Это все я! Я плохиш сделал! Я дробь нарубил! Я сено притащил! Я зажег все ящики С черными бомбами, С белыми снарядами И желтыми патронами! Обрадовались буржуины, Записали поскорее мальчиша-плохиша В свое буржуинство И дали ему целую бочку варенья И целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, Жрет и радуется. Вдруг как взорвались Зажженные ящики И так грохнуло, Будто бы тысячи громов В одном месте ударили И тысячи молний Из одной тучи сверкнули. Измена! Тут из-за дыма и огня Налетела буржуинская сила, Скрутила и схватила она Мальчиша-кибальчиша, Заковали мальчиша в тяжелые цепи, Посадили мальчиша в каменную башню. Снова собрались буржуины, Стали думать, Что с пленным мальчишем делать. И тогда сказал главный буржуин, Мы погубим этого мальчиша, Но пусть он сначала расскажет нам Всю их военную тайну. Пришли буржуины в крепость, Стали пытать мальчиша. В чем сила красной армии? Отчего били с ней сорок царей И сорок королей? Да только сами разбились! Нет ли у красной армии Военного секрета? Рассмеялся мальчишем в лицо. Есть у красной армии Могучий секрет! И когда бы вы не напали, Не будет вам пощады! А больше я вам, буржуины, Ничего не скажу! И тогда сказал главный буржуин, Сделайте этому скрытному мальчишу, Тебальчишу, Самую страшную муку, Какая только есть на свете, И вы подойти из него Военную тайну! Снова пришли буржуины К мальчишу. Мальчиш стоял бледный, Но гордый, И не сказал он буржуинам Военной тайны. Такое уж у него Твердое слово. Потом он опустился на пол, Приложил ухо Холодному камню И улыбнулся так, Что буржуинам страшно стало. Поняли они, Что услышал мальчиш, Как шагает по тайным ходам их, Буржуинов неминучая погибель. Вернулись буржуины И рассказали все это Своему начальнику, Главному буржуину. Что же это такая За непонятная страна, В которой даже малыши Знают военную тайну И так крепко держат свое слово. Приказываю погубить Гордого мальчиша. Но в этот момент Загремели боевые орудия, Как молнии засверкали Огненные взрывы, Как тучи пронеслись Красные знамена. Это наступала Красная армия. И в страхе бежал Разбитый главный буржуин, Громко проклиная ту страну С ее удивительным народом, С ее непобедимой армией, И с ее неразгаданной Военной тайной. А мальчишки-бальчиш Погиб. И схоронили его На зеленом бугре У Синей реки И поставили над могилой Большой красный флаг. Плывут пароходы, Привет, мальчишу! Пролетают летчики, Привет, мальчишу! А пройдут пионеры Салют, мальчишу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ